приветствую друзья вот у нас и октябрь небо осенью совсем не дышит некоторые деревья только чуть-чуть пожелтели шелковичка желтенькая остальное все зеленится лето на дворе продолжается гинка только еще может чуть-чуть пошел тело но октябрь уже как у нас по белорусски костричник совсем не кастрится что с нашим прудом очень очень долго не было дождей за два месяца вода упала на метр и спасает ничего не вливание не подливание пшинки еще цветут вовсю все зеленые все ступеньки обнажились ну в прошлом году тоже было что пересыхала посмотрим рыбки никак спать не улягутся очень странно там кучка это кучка вот там кучка там кучка плавает себе как у себя дома собачка вон коровит их никак не хочет на печеньки прийти так что такие вот у нас октябрьские будни странные недавно были очень сильные очень сильные ветра буре ураганы сосна сила уносила но у нас пострадала только цаплю унесло в воду и этом головы вниз сама утопилась вылавливал и мячик унесло из вас батута к забору а так в принципе пережили нормально хотя такие деревья падали вековые крыши с носилой и бы ужас ужас ну вот рыбки мои никак спать не улягутся я думаю наверное все таки надо их подкормить бросил им сегодня два килограммчик килограммчик 2 комбикорма специально рыбьего столпились кушают плавающие уже не бросаю посмотрим некоторые немфейки уже вот кстати если вода еще упадет и немфейки мои окажутся на поверхности а это очень очень плохо кстати в прудике на террасе то там уже давно не феи на поверхности на земле лежат посмотрим как это на них отразится что лотос и лотосы тоже там потихонечку обнажаются не знаю не так хорошо прижились из сколько там 60 70 штук было некоторые штуки и даже пустили я думал они как-то по-другому растут они как клубника усы пускают и сейчас уже холодно воду лезть эти усы заталкивать землю но во всяком случае он ступеньки которым воду набирали нижняя ступенька была под водой теперь она над водой причем достаточно высоко огород сильно не польешь ну лотосы посмотрим как выживут рыбки спать не торопятся будем посмотреть что там у нас кстати интересно что периодически нет-нет да нахожу дохлых рыбок причем неокрашенных карасика вон один карасик уже плавает там пятнышко светленькое надо будет вылавливать с чем это связано интересно и что еще интересно что дикие караси уже как бы чувствуют зимой они попрятались здесь только разноцветные плавают ну и наверное гены в некоторых не разноцветных тусуются поэтому они плавают так что пока природа к зиме не готовится на этом все спасибо за просмотр всем мир